Здравствуйте, дорогие друзья! Будем говорить сегодня опять про странную английскую женщину, которая живет в Англии, мечтает переехать в Россию и жить на хуторе. Сегодня я вас стихами и своими рифмами. Мучить не буду. Не имею, так сказать, морального права. Почему? Да потому что, друзья, товарищи и те, кто нам совсем не товарищи, как сказал один герой из хорошего фильма, а не замахнуться ли нам на Вильяма Шекспира? Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма нашего Шекспира? И замахнемся! Роза пахнет розой? Хоть розы назови ее, хоть нет. Прислушиваться дальше или ответить? Да, вот так. Ведь самое главное – это роза, это автобус и прочие разные интересные штучки, о которых нам пыталась рассказать Надежда. А в результате как-то ее не назови эту розу, она все равно будет розой. Поговорим мы сегодня о языке. Да, о английском языке, который, оказывается, это совсем не общий язык, а он разобщенный. А как нам известно, если люди говорят на разных языках и друг друга не понимают, то можно ли их назвать одной нацией и одним государством? Это получается объединенный какой-то странный народ, который считает себя англичанами, но по сути дела говорит сосед с соседом и друг друга не понимают. Как, например, вот в русском языке, где там в какой-то области окают или там еще как-то, да, а диалект – диалект, когда два человека разных диалектов, они понять друг друга не могут. Поэтому я сегодня буду задавать вопросы сама себе и сама себе на них и буду отвечать. Итак, вопрос первый. А как же быть этим англичанам, например, тогда, когда техника будет, и она уже сейчас частично управляется с голосом, что нужно будет этим аппаратом тоже переводить с одного языка на другой? Или все эти сорок с лишним диалектов, которые там у вас есть, должны быть записаны? Я вот удивляюсь. Я не понимаю. Я тут вот посмотрела один комедийный ролик, когда два мужичка заходят в лифт, а лифт управляется с голосового сообщения, и как раз это говорится о каком-то там языке близком к Англии. Лифт их не понимает. Юмористический ролик. Но вот этот юмористический ролик, он очень даже может быть и в жизни. Так что проблема остается проблемой. И ответа пока на этот вопрос я дать точного не могу. Но думаю, что будут очень большие сложности в понимании таких диалектов. И, конечно, возникают сомнения. Нужно ли так держаться за этот свой там йокшерский или какой он там язык? Так, чтобы тебя никто не понимали. Ладно, тебя никто не поймут. Сам-то ничего не поймешь. Это дело их. Хотят жить в глубоком неведении. Пусть живут. Теперь тут выясняется, что вроде как в Англии нет литературного языка, что ли, вот как у нас. У нас тоже много там кто как говорит. Но есть литературный язык, на котором пишутся книги. Все мы читаем их, и все мы их понимаем. И те даже, кто люди не русские, а у нас национальности в стране полным-полно, но вот для общения у нас есть общий такой язык. Я наверняка думаю, что в Англии там тоже есть что-то такое связующее, чтобы люди друг друга понимали. И только наша одна англичанка, эта хуторянка, считает, что нет такого. А нужно сдержаться, и все ее должны понимать. Теперь вопрос следующий. Почему в основном считается английский язык международным языком общения? Вот я так воспитана, и так я считала всегда, да, и нас так учили. И нам говорили, учите языки, чтобы вы могли общаться. Я вас сейчас всех разочарую. Вот, например, приезжает в какое-то индийское там племя человек и начинает говорить на каком-то там для них иностранном языке. Они его не понимают. И для этого что нужно? Чтоб они тебя поняли, нужно говорить на их языке. Правильно? И нанимают как будто, например, там из их племени, выбирают человека, который знает язык и помогает им с переводом. Вот что оказывается. Вот они держатся за свои эти диалекты. И когда приезжают люди с других стран, они друг друга не понимают. И зачем они будут понимать нас, например, русский язык? Так вот эти люди с высоким интеллектом, они изучают английский язык, чтоб с ними, с аборигенами, разговаривать на их языке. Ну и как? Вот как я подняла авторитет других языковых народностей. Вот что творит Надежда. Вот умеет эта Надежда обязательно положить ложку дегтя в бочку меда. Она даже умудрилась положить эту ложку дегтя в такую большую бочку меда, как в Соединенные Штаты Америки. Видите ли, Вана заявила, что ее тонкий слух и ее йокширский диалект не дает ей наслаждаться английским-американским английским языком. Ее слух корешит ее. Это ж надо. Эта вся Америка теперь будет плакать горькими слезами, что Надьке не подходит этот язык. Ты на кого замахнулась, Надька? Ты посмотри на свою Англию, на количество проживающих, и на эту Америку, и на количество проживающих, им до тебя и до твоего английского наплювать. И они свою бочку закроют плотненько. Так твоя ложка дегтя к ним не попала. Но ведь умеет она нагадить кому-нибудь. Но умеет вот это хлебом не корми. Если, извините, семенами не помашет где-нибудь там и конвертики не проскрывает, она обязательно найдет, за кого зацепиться и кого обгадить. А теперь задам вопрос. Калуга, Калужанам, что вас ждет? Кого вы хотите пустить на просторы своей области? Вот она в этом ролике сравнивает. Мол, у меня диалект. Это не какой-то деревенский язык. Это не деревенщина. То есть я пытаюсь сравнить это вот, скажем, с русским языком России. Это не то, что где-то в какой-то деревне говорят так, а это диалект большого региона страны. И он уважаемый. То есть это не то, что деревенщины так говорят. А нет, это диалект большого региона, большой части страны, большой части народа. Надежда, представляешь, сколько народу проживает в деревне? И туда, куда ты едешь, это тоже рядышком там деревни. Ты их заранее всех обозвала деревенщиной. Калуга, вам нужна ли вам такая гражданка? А она обещала обучать ваших детишек этому английскому языку. Скажу вам чисто по-русски, накай, черт, вам такой учитель! Она вас научит такому языку, который никто понимать не будет. Вот она сидит в своей там части Англии, куда ее правительство засунуло. В Йоркшире, да, кстати, кто первый раз на моем канале, я живу в Южном Йоркшире. И говорит там на каком-то своем языке, пусть она там сидит, и пусть она там на нем говорит. А за деревенщину, Надька, ох, ответишь ты, ох, ответишь. Я тебе на чему ты! Я тебе на чему ты! Для каждой национальности, для каждой страны свой язык считается хорошим языком. И если тебя люди не понимают, когда ты разговариваешь, это только твои проблемы. Это не проблемы тех, которые тебя слушают. И судя по ее поведению, как она себя ведет, я так думаю, что аборигены Австралии, индейцы Америки и прочие разные люди, они гораздо выше, чем эта надежда. Потому что, наверное, вот так, как она себя ведет, они не ведут. Эта женщина, которая считает, что она знает несколько языков и имеет превосходство над ними. А с кем мы ее можем сравнить? Посмотрите, с кем ее можно сравнить. У меня сертификат есть. Ну, как бы, мой английский, я знаю, что он хороший. Я не скажу, что он прям идеальный, но он прекрасный. Стоп, 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 стоп. О чем вы все время думаете? Ну, и дура ж ты, как я погляжу. Ну, это не важно. Ну, вот такой у меня сегодня будет небольшой ролик, который полон вопросов, на которые есть частично ответы и на которые предстоит еще ответить. Но я так думаю, она себя еще покажет, она о себе еще расскажет, а мы посмотрим и сделаем надлежащие выводы. Пока-пока. И я выучила здесь английский язык свой.